Нам нужны дороги. С таким обращением к региональным властям выступили жители микрорайона Майский в Тамбовском районе. Большая часть из них – семьи с детьми, которых приходится возить в детский сад, школу или поликлинику по грунтовке. Когда в Майском появятся дороги с твердым покрытием, а взаимодействие людей с внешним миром перестанет быть испытанием? На эти вопросы в рамках общей встречи жителям ответили вице-губернатор Арсен Габуев и глава Тамбовского района Алексей Бородин. Моя коллега Юлия Савушкина выслушала все аргументы. Счастливый отец двоих мальчишек и добрый друг соседских ребят. Для полной гармонии в жизни Андрею Крупенину не хватает лишь твердости и устойчивости дорожного покрытия. В течение двух лет банальное взаимодействие с внешним миром для мужчины с семьей превращается в полосу препятствий. Можем возить то одного ребенка в поликлинику, другого ребенка возим в школу на подготовительный или же в садик. И когда, например, в 2017 году дожди шли там несколько месяцев, и каждый вот этот проезд для нас уже воспринимался как последний. Уже был такой, что все, мы даже не могли завернуть к себе на наш участок. На встрече с властями о главной беде рассказывают десятки жителей Майского. Всего же в микрорайоне проживают более двух тысяч семей. Многие из них многодетные. Шесть лет назад они получили здесь землю под застройку, и теперь каждый раз в период оттепели или дождей оказываются отрезанными от цивилизации. Ситуация усугубляется тем, что в близлежащих соцучреждениях местным жителям не рады. Их дома расположены на границе города и Притамбовья. Сейчас надо первый момент определить. Будут ли и будут ли в этом сезоне. Вот это, подождите. Вот он, вот он, давайте, вот он. Давайте. Первый добрый, первый добрый теплый проезд. Тамбовский зорь целиком. И вот это она безымянная, как она называется? Студенческая, по-моему. Студенческая, с которой за посадкой идет. Итого почти семь километров дорог появятся в Майском уже к октябрю этого года. Пока, правда, только в щебеночном исполнении, но с уверенной перспективой. Нами предложено по инициативе губернатора Александра Валерьевича с этого года начать исполнение дорог, пока идет строительство жилья, исполнение в щебеночном исполнении сделано, для того, чтобы потом, в последующем, продолжить реализацию программы по заявке, которую мы заявили в Минстрой, уже в асфальтном исполнении. Кроме того, в ближайшие дни будет решен вопрос с запуском в Майском общественного транспорта. Обратят внимание и на ту неразбериху, с которой жители сталкиваются при обращении в местные детсады и школы. Вскоре в микрорайоне создадут так называемую фокус-группу. Иными словами, решать, за какие проблемы браться в первую очередь, власти будут сообща с жителями. Только так можно помочь тем, для кого, независимо от предрассудков, до сей поры жить в Майском означало маяться. Юлия Савушкина, Дмитрий Тищенко, Инга Андреева, Область новостей.